Сомики являются популярными жителями аквариумов. Каждый аквариумист в своем аквариуме желает видеть сама. Одни их заводят просто потому, что кто-то посоветовал, другие в качестве чистильщика, третьи для того, чтобы кто-то был на дне. На самом деле большая часть сомов является донными рыбками и они действительно неплохие чистильщики. В интернете много рекомендаций о том, что сомики чистят только тогда, когда голодные. Возможно в этом есть доля правды, однако не забывайте о том, что длительное недоедание приводит к проблемам со здоровьем и как следствие гибели рыб. Любых рыб нужно кормить регулярно и не надеяться на то, что донные рыбки найдятся тем, что упало на дно. Рацион для каждой донной рыбы можно составить самому, исходя из строения рта, вкусовых предпочтений и прочего. Именно так когда-то давно и делали. Однако сегодня очень много хороших кормов представлено на рынке, которые облегчают жизнь аквариумистам. Один из лучших кормов я покажу в этом видео. Тетра таблиц табимин в виде двухцветных таблеток. В качестве основного рациона подходит не только самам, но и любым донным рыбкам, например боциям или кюля. Более того, он настолько вкусный, что порой другие рыбки не дают сомикам его съесть, так как сами его едят. Посмотрите на этих барбусов. Новая формула универсальных таблеток содержит креветки для улучшения вкуса. Содержит все необходимые питательные вещества, витамины и микроэлементы. Замечу, что в этих таблетках стабилизированный витамин С для повышения сопротивляемости и здорового роста рыб. Содержит богатые естественными минералами морские водоросли и каротиноиды для улучшения окраски. Естественно, этот корм биологически сбалансирован. Обратите внимание, как быстро таблетка погружается на дно. Благодаря этому их можно разместить рядом с укрытиями пугливых рыб. Хочется сказать об одной особенности, которая присуща этим таблеткам. Большинство подобных кормов борются за то, чтобы как можно дольше не размягчаться. Эта таблетка наоборот преследует цель быстро стать мягкой для легкого поедания, но в то же время не разлагаясь и не загрязняя воду. Проверим, насколько это реальное заявление. Сейчас на ваших экранах та самая таблетка. Посмотрите, как быстро она становится мягкой. Все это действие проходит в течение 30 минут. То, что вы видите, это ускоренная запись. На этом эксперимент не закончен. В этой литровой емкости данную таблетку оставлю на сутки. Посмотрим, что случится с кормом и водой за это время. Субтитры сделал DimaTorzok Как видите, корм остался целым. Вода, конечно, немного помутнела, но не незначительно. Напомню, что эта емкость всего лишь 1 литр. Будь это аквариум, хотя бы литров на 10, да еще и с фильтром, вода была бы прозрачной. Интенсивные научные исследования, тщательно отобранные ингредиенты, передовые технологии и постоянный контроль обеспечивают неизменно высокое немецкое качество. Что уж тут сказать, компания Tetra сегодня является лидирующей торговой маркой в кормовом сегменте. И с этим не поспорить. Все корма Tetra хорошо перевариваются и благодаря этому снижают загрязнение, обеспечивая чистоту и прозрачность воды. Посмотрите на реакцию таракатумов. Увидев таблетку, таблиц табимин, они проявляют незамедлительный интерес. А пока вы наблюдаете, как кушают сомики, я хочу поделиться с вами одной небольшой выдержкой, которая приоткроет завесу истории компании-производителя. В конце 1940-х годов молодой натуралист, доктор естественных наук Уллерих Бенш, занимался разведением и импортом аквариумных растений и тропических декоративных рыб. В то время аквариумистика была экзотическим хобби, поскольку приобретение живого корма для рыбок часто представляло собой очень сложную задачу. Будучи ученым-биологом, Бенш знал компоненты корма, которые важны для здоровья рыб. Еще в 1952 году ему удалось разработать первый основной корм для рыбок в виде пасты Биамин. Он запатентовал его, выпустил на рынок и благодаря этому к Беншу сразу же пришел успех. Бенш основатель компании Тетра. Сегодня в арсенале Тетра очень много хороших кормов и эти таблетки плод многолетнего опыта с далекого 1940 года. Фасовка этих таблеток бывает 6 видов. 58 таблеток, 120 таблеток, 270 таблеток, 155 таблеток, 1040 таблеток и 2050 таблеток. Помимо этого есть еще размер XL 133 таблетки для очень крупных рыб. Банночку, которую вы видите в моих руках, 275 таблеток. Стоит ознакомиться с составом рыба и побочные рыбные продукты, зерновые культуры, дрожжи, экстракты растительного белка, моллюски, раки, масла и жиры, водоросли, сахар, минеральные вещества. Аналитические компоненты. Сырой белок 47%, сырые масла и жиры 8,5%, сырая клетчатка 2%, а содержание влаги всего 6%. Также добавлены витамины А и витамин Д3. Помимо этого могу сказать еще про комбинации микроэлементов Е5, Е6, Е1 и Б-кобальт. Е5 марганец 30 мг, Е6 цинк 18 мг, Е1 железо 12 мг, а Б-кобальт 0,2 мг на килограмм. Во время поедания корма он немного пылит, но за счет высокой вкусовой привлекательности эту, так сказать, пыль съедают рыбки, которые обитают средних и верхних слоях воды. Мне очень любопытно посмотреть на реакцию не только донных рыб, но и всех остальных. Вот как это было. Субтитры сделал DimaTorzok. На этом видео подошло к концу. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях обзор на какой корм хотели бы увидеть на канале ПАР. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в новых видео на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok